Ну что же, мы потихонечку начнём, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию прямых эфиров. На сегодня у нас прекрасную Алину сменила прекрасный Бузель. И мы начинаем наш прямой эфир на тему, как внедрить новые знания и методики в практику работающего революционного центра. Для меня очень ценно, что Бузель является не просто специалистом, а ещё и руководителем революционного центра, то есть достаточно молодого революционного центра, но который очень динамично развивается и, на мой взгляд, развивается в правильном направлении, то есть работая на результаты. И хотелось бы как раз сегодня в эфире поговорить о том, как вы отбиваете с результатов, как строите работу, как строите взаимодействие между специалистами, меняете ли руки у пациентов, работаете одной методикой или комплексом и так далее. То есть потихонечку обо всём поговорим, надеюсь, нашим зрителям будет полезно, то есть это как-то практически работает. Ну, может быть, если речь зайдёт о... Ну, там, какие-то вопросы будут от пациентов, то я, может быть, там добавлю какие-то моменты, то есть как это реализовано у нас в Нижнем Новгороде, в центре медицинской реабилитации «Экзам». Также для наших зрителей, напомню, ну и как бы для тех, кто будет смотреть записи, для тех, кто не сможет вдруг досмотреть, что мы все эфиры сохраняем на YouTube-канале Международной Академии медицинской реабилитации и в Инстаграме. И я думаю, что в конце эфира можно будет, когда всё закончится, можно будет посмотреть на наш аккаунт в Инстаграме, то есть там в топ-линке, то есть у меня есть такая ссылочка в описании профиля, то есть там есть очень много полезной информации, в том числе и полезные вебинары, то есть какие-то, скажем так, чек-листы, ну и там ссылка на тот же самый YouTube-канал и на сайте есть расписание курсов, которые у нас проходят и в онлайне, и в офлайн-формате. Так, ну пока у нас зрители присоединяются, я думаю, что мы уже можем потихонечку начинать. И хочу спросить, то есть вот когда… Вы же прошли много-много курсов, я даже не могу все перечислить, но мы их перечислили в описании к эфиру. Скажите, вот как всё это убирается в голову, то есть и как меняется, скажем так, представление, подход к работе, то есть когда появляются всё новые и новые методики в руках? Ну, на самом деле, сложно было первые две методики, а потом оказалось, что не так страшен чёрт, как его молюют. Оказалось, что все они настолько друг друга дополняют, что ни одна абсолютная методика из всех, которыми я владею, не идёт в разрез. Я не могу сказать, что если я делаю одно, то не могу сделать другое, потому что и там что-то. Они так или иначе все об одном и том же. И об этом, между прочим, очень много и Алина говорит, о том, что очень многие методики, они настолько похожи, что, в принципе, если вы знаете одну и другую, одну знаете, то вторую учить абсолютно уже легко. Ну, например, в этой ПНФ. И даются они уже настолько легко ложаться, что «А, ну да, вот точно-точно, я так и думала». Ну, как-то так. Ну, конечно, в любом случае это большой труд на учёбе, особенно у Алины. Легко не даётся эта учёба. Приходится не только внимательно слушать, но ещё куда-то подглядывать всегда. Но, тем не менее, чем больше ты проходишь методик, тем больше у тебя на одну и ту же проблему возможностей, ну, наверное, больше сторон, с которых ты можешь посмотреть на эту проблему. И это даёт такую интересную возможность, что если у тебя по какой-то причине не получается исправить это с помощью одной методики, тогда у тебя есть возможность не стучаться в закрытую дверь, а обойти с другой стороны и зайти с другой стороны с другой методики. И тут я прям, наверное, очень часто об этом говорю, и что я не верю в монотерапию. Потому что если бы была хоть одна методика, которая стопроцентный результат давала в терапии, тогда бы никто бы не ездил, не учился, они бы получили в Нобелевскую премию, и всё, мы бы как бы все её знали, все ей владели. Не только родители, но и специалисты очень хотят знать такую методику. Потому как это даст и нам результат удовлетворения от своей работы, ну и, конечно, финансовую сторону, да, если ты точно знаешь, что к тебе пришли, ты смог помочь. Конечно, все бы специалисты ей бы обучились и работали. Но так не бывает, поэтому, наверное, успех реабилитолога всегда заключается в том, насколько много всего он знает о своей работе и как он умеет всё, что знает, сочетать. Или, ну, определять, наверное, для того или иного ребёнка, что ему нужно в этот данный момент времени. А что касается центра, я очень сильно верю, что это будущее нашей реабилитации российской. что это не будет так, как было, когда даже я начинала работу, когда один специалист учится, хочет учиться. Ну вот так было ровно со мной, что я училась-училась, старалась. Пришла в реабилитационный центр и массажист мне сказал, а что ты вот это вот приходишь и рассказываешь тут? Мы 20 лет без тебя работали, ещё столько лет будем работать. Пришла самая умная, молодая ещё, давай всех учить. Ну, в общем, надо ли говорить, что через неделю меня там не было. Потому что вопрос... Ну, тут очень хочется работать в команде. В команде таких же коллег, которые тебя понимают, поддерживают вот эту страсть. И, конечно, я очень счастлива, что вот у нас центр ещё пока, правда, молодой и маленький, но абсолютно все люди, которые у нас работают, они все также студенты МАМР. По-моему, у нас нет ни одного специалиста, кстати, который в МАМР ничему не обучался. Ну, помимо МАМРа где-то ещё мы учили, кто-то в Пеликане, кто-то ещё где-то, но, тем не менее, какие-то курсы обязательно кто-то проходил. И они, конечно, надо сказать, что эти люди для меня, они дают вот как раз такой вариант работы командой. Когда ты вышел от пациента, и если ты что-то не знаешь, ты можешь спросить. Ну, нет, человека, который знает всё. Плохо, когда ты выходишь, а спросить не у кого. Хорошо, когда можно собрать консилиум. Иногда этот консилиум собирается по поводу одного ребёнка не один раз. Посовещались, попробовали, сделали. Не работает, давайте ещё раз. Ну, бывает и такое, действительно. Или вот как вы сказали, что иногда приходится менять руки. Опять ни для кого не секрет, что реабилитация там идёт примерно вот как-то вот так, и обязательно есть какие-то паузы. И вот в эту паузу не всегда логично, наверное, ну, с моей точки зрения, продолжать работу одному и тому же специалисту, когда ты можешь передать другому специалисту, и, возможно, он даст этому ребёнку что-то другое, что ты сейчас не видишь. Глаз замыливается, но надо честно говорить, что когда ты долго работаешь с одним и тем же ребёнком, ты перестаёшь видеть какую-то проблему. А специалист пришёл, другой, вот так вот надо сейчас с этим поработать. Прекрасно работай. И это опять нам даёт возможность работать не каждому самому на себя, а работать всем вместе в интересах ребёнка. И вот я надеюсь, что это такой стандарт высокей реабилитации, который будут перенимать и другие центры. Многие уже начали. Я знаю о том, что очень многие сейчас делают ставку на обучение специалистов. И я думаю, что только так это и должно быть. Скажите, а на каком языке у вас разговаривают специалисты? Ну, собственно говоря, как вы объясняете там, что вы сделали другому специалисту? Или если кто-то ставит задачу специалисту, то есть как объяснять, что нужно сделать? Потому что я вспоминаю, не знаю, к месту, не к месту. То есть мы когда обучались в Польше, то есть когда не хватало, скажем так, польско-русских переводчиков, то есть у нас подключался английский язык, а когда не хватало английского, у нас подключался латинский. Например, там у врачей латинский язык является универсальным. То есть я, когда общался с иностранцами, если не хватало английского языка, то есть я читал тековку и переходил на латынь. На латынь, да-да. Но на самом деле... Вот с точки зрения реабилитации детей. Поскольку реабилитологи так или иначе, не так или иначе, хорошо должны знать анатомию, то латынь никуда не убирается. Особенно, если надо что-то обсудить при родителях, ну, например, как-то друг другу сказать, с чем кажется проблема, не всегда хочется что-то обсуждать сразу при родителях, а может так. Пока это такая консультативная работа, мы друг друга должны понять, а родителей пока еще нет, потому что мы пока не уверены. Вот тут очень хорошо сказать что-то на латыни, какое-то название, а может там, а может там. И как бы это не производит такое впечатление, что мы пытаемся поговорить в обход родителей, но что-то говорят, говорят, может не расслышал. Как это было у Алины на курсе, по-моему, по биомеханике. Приехали логопеды, чем я знаю, Алина очень сильно гордится тем, что наконец у нас и логопеды стали обучаться в биомеханике, хотя, казалось бы, это не совсем близко для них, да, такое близкое знание. И она сказала, что это на клидомастеидеус, и они спросили, как это на вашем? Алина говорит, что на вашем, на польском? Ну, и, конечно, сказала на польском, никто еще не понял. Ну, то есть такой момент, когда мы все-таки друг друга понимаем. Это был такой интересный момент очень. Но в целом, благодаря тому, что все сотрудники нашего центра, по-моему, обучались антогенезу, и почти все прошли биомеханику на курсе мамы, очень стало удобно, ну, как минимум, коротко. Потому что, ну, для реабилитологов не секрет, есть паспортный возраст, есть возраст скорректированный, если не до ножка, но для нас это не очень имеет большое значение. Для нас самое главное возраст фактически моторный. что человек умеет, да, соответственно, на какой возраст он тянет. И в этом смысле очень удобно, что любой специалист может в карте написать 6 лет развития там на 12 недель. И все поняли, о чем речь. Не нужно расписывать, он умеет то, не умеет это, что-то. Все поняли сразу, какая дальше приблизительно картина складывается. Ну, может быть, он там пометит какие-то нюансы. И для этого, конечно, очень удобно, что все... Ну, это вообще даже не дело не в удобстве, дело просто в понимании того, куда мы дальше движемся. Потому что все-таки чем дальше мы обучаемся, тем больше я понимаю, что все абсолютно современные методики реабилитации строятся только на онтогенезе. До этого лет 8 в своей жизни я думала, что ребенок переворачивается, потом садится, что вообще не соответствует нормам, потом ползает, встает и идет. Ну, как бы вот все, у нас всего 5 этапов онтогенеза, больше ничего, и удобно нам жилось до этого. Оказалось, показалось, все совсем не так, куча мелочей, понедельно мы знаем этот онтогенез, и тогда мы начинаем понимать, куда двигаться дальше с этим ребенком. И вот как раз на процессе смены рук, если в карте написано, что вот моторный возраст 12 недель, и все специалисты понимают, о чем речь, не происходят проблемы. Абсолютно все сотрудники центра, вне зависимости от того, в какой методике работают, там это Фильденкрайс или Войт, это абсолютно нет никакой разницы, они начинают работать над одним и тем же. Что идет дальше? Не так, что один учит ребенка ползать, а второй учит ходить, потому что он считает, что родители, ну это главный запрос, родители пришли с целью научиться ходить. То же самое с биомеханикой. Очень важный момент, когда, ну мне кажется, не до конца люди, может быть, понимают у нас еще, что такое биомеханика, и я знаю, что даже когда мы проходили биомеханику, задавали на курсе много вопросов, а как же работать? И мне тогда было так удивительно, ну как бы биомеханика это не метод работы, это понимание, это как онтогенез, это нужно просто знать, и это понимание. И может быть, не совсем понятно, для чего это нам нужно, ну я не знаю, может какой-то такой, я не сильно в машинах, но может какой-то не очень правильный будет пример, если что, меня исправьте. Ну вот, например, если, я не знаю, условно говоря, приехала машина на автосервис, в автосервисе говорят, что не переключаются скорости, да, но собственно для меня это как в онтогенезе. Понятно, что проблема вот, ну дальше не идет машина, там завелась, условно говоря, не знаю, поехала, а скорости не переключаются. На этом конец. А вот из-за чего они не переключаются, то ли коробку передач перебирать, то ли сцепление смотреть, вот это биомеханика. И не зная ее... По колесам стучать не надо. Да, да, это точно, по колесам стучать не надо. Это тоже важно знать, кстати. Такие тоже варианты есть, да, когда мы, вот с тем же массажистом в моем реабилитационном центре, он все очень расстраивался, почему же я говорю, что детям с пятым уровнем ДЦП не нужен массаж 15-минутный, бесплатный. Я объяснила, что они дольше раздеваются. Но вот это для меня и сели по колесам стучать не надо. И как раз непонимание проблемы тут совершенно не дает возможности работать. И, конечно, когда ты понимаешь, что все сотрудники центра понимают сразу, в чем, скорее всего, проблема, это в разы облегчает способ коммуникации между коллегами, способ понимания. И самое главное, что для пациента, вот зачем это пациенту, что мы все это знаем. Ну, понятно, мы общаемся быстрее, нам легче. Но, опять же, специалисты не тянут одеяло каждый на себя. Мы все работаем одновременно в интересах одного ребенка. Никто не делает разную работу. И это очень важно. По мне, это дает намного более высокий и более быстрый результат нашим деткам, которые приходят в центры. Мне нравится такое понятие синергии. То есть, когда 1 плюс 1 равно не 2, а там, может быть, там 11, или там 22, или 356. То есть, когда все в одну сторону толкают, они тянут в каждую свою сторону. Да, вот это именно так и происходит. Какую роль занимает диагностика? И у вас что-то изменилось как бы с тех пор, как вы прошли какие-то такие, ну, скажем так, базовые методики. То есть, не только, например, там различные виды массажа, а вот именно что-то такое, то есть, где есть какая-то своя диагностическая система. Потому что я вот по опыту нашего центра могу сказать, что специалисты, пройдя, например, там отдельно в опыт, но не, скажем так, не проникнув им или там пройдя отдельно в Войту, или там ПИНФ, или Экзарту, то есть, вроде как бы какой-то, скажем так, какие-то кубики были, но они не знали, то есть, как их между собой составить и вроде как бы с разных сторон смотрели, но ни один специалист не мог, собственно говоря, вслух сказать или даже вот как бы четко расписать, что, например, у этого ребенка вот это, нужно делать это, это и это. Они вроде что-то делали так тихо-молоча, то есть, сам с собой. А нас, например, Мирослав учил, что даже в Древнем Риме пока вот этот, ну, тот, кто считался там целителем, там, не знаю, мануальным терапевтом или кем-то, пока он не выйдет на улицу, и это уже, он говорит, сох, не скажет, что у этого, значит, там, я не знаю, там, порча, там, пятого поясничного позвонка, он не мог начинать лечение. Пока не проговорит, то есть, пока не выскажет какую-то терапевтическую гипотезу, которую можно высказать только на основании диагностики. Какая она будет, это уже там 33-й вопрос. Как гадание инкопилингующего, но должна быть диагностика. У вас она какая? Ой, ну, во-первых, конечно, надо сказать, что вот это как раз правильно вы сказали, что это как раз о том, о выборе методики. То есть, диагностика, она, наверное, сейчас вот очень похожа на то, как во многих европейских методиках при ней расположилась. Ты сначала смотришь, ну, сначала всегда онтогенез, мы пытаемся понять, на каком уровне развития. Потом, ну, те, кто понимают биомеханики, пытаются понять, в чем причина следующая. И тут уже такой момент выбора методик. Да, это самое интересное, наверное. Сейчас очень многие центры заявляют о том, что мы составляем программу реабилитации. Не просто пациент пришел, сам решил, что я на ВОИТу позвонил, можно мне на ВОИТу? Можно, идите. То есть, к нам пациент так прийти, ну, не то чтобы не может, но такого нет просто. Не звонят, здравствуйте, мы к вам. И первое, что происходит, это первая консультация всегда составление какой-то программы реабилитации. И вот тут мы как раз в соответствии вот с тем, что мы знаем, пытаемся понять, что скорее всего этому ребенку сейчас подойдет. И даже бывали случаи в практике, когда приходили к одному специалисту, приносили, а его тут же, а у вас есть окошечко, заберите, пожалуйста, это не мой пациент пока сейчас. То есть, бывало даже вот и такое. И, ну, надо сказать, что выбор методик с моей точки зрения, наверное, выглядит так, что если речь идет о любом виде стабилизации, что вот этому ребенку не хватает, то это почти всегда войты или пены. А если речь идет вот на данный момент для этого ребенка о таких вещах, как свобода движения, какая-то, наоборот, легкость, то тут выбор отдается, наверное, таким методикам, как Фельденграйс или Боба с сенсорной интеграцией. Я не могу сказать, что Боба не идет о стабилизации. Нет, конечно. Но если совсем ребенок не держит корпус, с ним тяжеловато делать Боба, откровенно говоря. Ну, вообще, видов Боба-то же много, и у нас в России как-то их прям совсем много. Я пока не очень поняла, как это происходит в другом мире, но в России прям совсем много разных отличаются кардинально порой. В разных местах, кто учился, мы рассказываем друг другу разные Боба. Прямо иногда совсем. То есть свой-то и полегче. Приблизительно одно и то же мы знаем. Свой-то полегче. Полегче в том смысле, что кто бы где бы не учился, знает, ну, примерно одно и то же. То есть нет такого, что мы в любом случае знаем, что есть позиция на спине, на боку, на животе. То есть нет такого, что вдруг он там на голове где-то стоит. Нет, все поодинаковее. А вот Боба, ну, прям совсем по-разному. Я видела, как работают разные специалисты и понимаю, что о, а я вот не так, как этот работаю, а вот как этот. И, ну, прям совсем по-разному. Скажите, а у вас дети кричат во время терапии? Ну, на самом деле, почти нет, ну, не считая войта. Я так скажу, что, ну, если ребенок маленький, совсем малышочек, или совсем ментально не сохранен, ну, никак мне не удается с ним договориться, то, конечно, ну, на войте дети плачут. Но у нас, если есть хоть ребенок, например, там, старше трех лет, иногда даже чуть младше, там, два с половиной, ребенок ментально сохранен хотя бы немножко, тогда с ним можно делать войту без слез. А некоторые даже ты не пытаешься это сделать, просто первый день плачет, второй день плачет, на третий уже как бы, ну, кряхтит, но уже не плачет. То есть, в принципе, основная масса терапии у нас проходит без слез. Очень редко, когда бывает, не удается уговорить ребенка. Я даже скажу, что за 10 лет моей работы таких детей, с которыми я совсем не смогла договориться и уже просто сказала родителям, ай, давайте работать, их было, наверное, ну, человек 5-7, не больше. Со всеми остальными детьми так или иначе мы договариваемся. Даже если он плачет на войту, например, ребенок пришел, мы сделали с ним какие-то другие сначала занятия в рамках одного занятия, не то, что он там у нас по 5-6 занятий, он пришел на занятия, сначала я там, ну, может, платформа сделала, Галилео, да, или, например, а в конце делаю войту. Ну, это хитрость в том, что если он все-таки заплачет, чтобы мне его потом не везли, да, в конце он заплакал, родители пожалели, он ушел. Не то, чтобы потом все занятия, он уже не играет со мной и ничего интересного нет. Хотя некоторые дети, если сильно, допустим, гипотоничные, иногда легче начать. Свойту, например, для того, чтобы все занятия последующие, он мог работать. Скажите, а вас на курсах обучали, то есть, ну, как различать виды плачешь, там, ребенок может плакать, там, когда он устал, когда он там хочет есть, или там, наоборот, там, обсикался, обкакался, или ему больно, или он просто, как бы, ленится, ну, не хочет, сопротивляется, или еще что-то. Ну, нам говорили о том, что это есть, я не помню, обучали ли нас различать, по-моему, нет, но мне кажется, женщинам тут вообще прям полегче должно быть, тут должен сработать материнский инстинкт, должно быть понятие того, что как дети, в принципе, могут плакать. И, например, с точки зрения родителей, сложнее в этом смысле работать с мамами, у кого первый ребенок. Потому что, как правило, если ребенок третий, ты просто работаешь. А если ребенок первый, то рядом плачет мама, бабушка, папа нервно курит, выходит. То есть, это тяжело всегда, когда ребенок первый. Ну, если первый ребенок, то тогда пеленки, говорит, с двух сторон. Да, да, третьим, если собака забрала его соски, это его проблема. Именно так, да. Но, если методики, допустим, какие-то такие, мы выбираем более неплакательные, так их скажем, то тогда вообще никаких проблем нет. И родители очень радуются, что иногда, несмотря на то, что мы не применяем, ну, будем честно говорить, я их называю пыточные методики реабилитации. Если мы не применяем пыточные методики реабилитации, а достигаем каких-то неплохих результатов. Родители очень сильно всегда нам говорят за это спасибо. Потому что, ну, мы знаем, какие у нас есть в стране методики, когда детки очень сильно плачут. Гузель, здесь вопрос, а у вас в центре сколько стоит один сеанс в ойтетерапии? Ну, вы знаете, такая, провокационный такой вопрос. Вы как хотите можете ответить. Это не мой вопрос. Да, у нас, в принципе, есть аккаунт в Инстаграм, и сейчас сайт находится в разработке, и можно написать нашим администраторам, они, в принципе, ответят на все ваши вопросы. Но даже если цена вам покажется чуть сложной или тяжело подъемной, то у нас есть, я не знаю, Андрей писал о том, что я являюсь президентом и учредителем благотворительного фонда, который, в принципе, может помочь и каким-то образом поучаствовать в реабилитации вашего ребенка. Так, ну, аккаунт называется «Растем здоровыми». Я сейчас попробую его написать. Ну, если что, я думаю, что можно забить. Вряд ли там будет очень много этих «Растем здоровыми» в Инстаграм, если забить в поисковик, я думаю, что их можно будет найти. Я написал сейчас в комментариях название аккаунта, так что я думаю, что вы сможете найти и связаться с этим. Единственное, я так знаю, что у вас уже очередь там на февраль формируется, да? Да, это есть такое, поэтому мы все больше и больше, как бы это сказать, студентов мамору пытаемся завербовать в работу центра. Я честно вам скажу, что найти специалистов, которые уже много знают, и сразу пригласить в центр, это сложно. Это и для центра дорого, и сложно, потому что, ну, они уже, у них своя клиентская база, они все умеют, все знают, ну, как бы, для чего им работать в центре. И, собственно, единственное, что может привлечь этих специалистов, это работа как раз в команде. Если им интересно работать вот в таком формате, когда ты можешь, любой специалист, который уже достаточно знает, он перестает видеть крылья за спиной и начинает понимать, что результаты одного человека никогда не сравняются с результатами команды. Если сначала нам приходится друг другу отправлять, ну, сходите туда, там вам придется в тот конец Москвы ехать, потом туда, в тот конец Москвы, то потом иногда некоторых специалистов мы уговариваем по году, и тут вот я смотрю, они пришли уже в эфир, смотрят наш эфир, да, мы год уговаривали, уговаривали, и, наконец, уговорили. Вот. И, конечно, это такой большой шанс и для них работать в команде, для нас большая радость, но это, честно, бывает нелегко. Вот я реально кого-то уговаривала полгода, кого-то год, постоянно говорила, что это очень интересно, вам понравится. И сейчас уже я рада, что у нас команда набирается, становится все больше человек, я надеюсь, что их будет еще больше, и таким образом мы сможем куда большему количеству деток помочь, потому что специалисты не резиновые, я не очень верю в специалистов, которые работают по 12 человек в день. Но это не потому, что я хочу сказать что-то плохое, у каждого работоспособность разная, но я думаю, что уже после 7 человек точно человек начинает работать на автомате. Речь о том, что ты успеваешь оценивать этапы онтогенеза, биомеханику, и еще продумывать, какая методика нужна, очень-очень вряд ли. Скорее всего, человек уже после этого времени начинает работать просто руками. Чего бы мне не очень хотелось, потому что вот эти методики современные, они требуют очень большого включения интеллекта, думания, решения пространения каких-то реабилитационных программ. И вот что мне очень нравится, в том числе на обучение у Алины, что она постоянно говорит, я не даю готовых схем, я не даю готовых решений. Думайте, почему так? Теперь мы начали понимать, а почему сюда? И вот это очень важно. И поэтому мне очень хочется, чтобы специалистов у нас было много, и чтобы они имели возможность не работать по 12 человек в день. Ну, я думаю, что это во многом зависит еще от психотипа. То есть есть, скажем так, люди, которые не могут работать долго с одними пациентами. То есть им хочется там постоянно смены. С другой стороны, есть такие марафонцы, которые, наоборот, хотят как бы работать в долгую, то есть мы как бы и со сложным пациентом добиться результата. Ну, есть люди, то есть кто хочет там за 2-3 сеанса хрусь-хрусь, там что-то сделать и получить результат как бы, и то есть, ну, такие тоже, наверное, должны быть. А есть, то есть которые мягенько, там, вягенько, там, пускай долго, постепенно. Да, у нас за те, которые любят хрусь-хрусь, будет отвечать доктор Николай Петруленко. Он, конечно, хрусь-хрусь не делает, но в нашей команде он только самый строгий. Специалист, да. А, еще скажите, вот, ну, я, познакомившись с Алиной, то есть как бы узнал, что реабилитация может быть, ну, скажем так, достаточно эффективна, прям, ну, как бы результат может измеряться минутой. То есть можете вот как бы со своей точки зрения рассказать, то есть какие возможности дают им нейрофизиологические методики, которые работают через стимуляцию нервной системы. То есть я, когда увидел результат, вот то, что дает функциональная терапия, педиатрия, то есть я ей, честно говоря, не поверил, то есть я сам пошел на первую ступень курса, чтобы убедиться, что это так. Вот Алина иногда где-то сохранила там фотографии до и после моего первого пациента, то есть как бы, значит, мне там показывали, там, где там, каких результатов я добился, я привык со взрослым работать. То есть я этих мелочей не вижу, а они как-то видят. Да, есть такое, и ПТП-1, это как раз прям яркий представитель тех методик, которые срабатывают прямо сразу. И надо сказать, это всегда так, что когда Алина начинает показывать, она там, вот смотрите, сейчас угол такой, ротация такая, буквально там абракадабра, и оп, все, совсем другие углы, и это всегда так, ладно. И все начинают пробовать, проверять, и реально так, и это просто напряжает абсолютно всех специалистов там. И это как раз такие методики, да, которые позволяют достигать быстрого очень результата. единственное, что если их эти результаты не закреплять, то они достаточно быстро могут уйти. Как пришли, так и уходят. И тут очень важный момент, что, я даже знаю, этот разговор шел насчет, знаете, работы с косоглазием. Очень часто выставляют курсанты, что вот то и после, буквально один сеанс, и вот так вот изменилось. И кто-то написал, что потом, ну, как-то быстро уходит. Но да, потому что это нужно закреплять. То есть, если то, что мы получаем на ФТП-1, это то, что срабатывает вот здесь на глазах и прямо сейчас, и это либо должно делаться курсом, ну, то есть, это не разовое занятие. Один раз пришел, сделал и все, и пошло. Это должно прорабатываться. Либо это должно закрепляться какими-то такими методиками, как Бойта, ПНФ, чтобы это давало более стойкий результат. Ну, еще надо, наверное, сказать, что иногда это дает возможность работать. У меня был такой очень интересный случай, когда девочка, она моя пациентка уже достаточно давно, и мы с ней не делали Бойту, они были на Бойте у других специалистов, не из России. И вот, как-то речь дошла до Бойты, давайте попробуем, попыталась ее уложить позицию на спине, и не смогла. Там была настолько сильная реквинация, что я не смогла. Я прям сильно очень понервничала по этому поводу, думаю, ну, все, я пропал. Я спрашиваю, ну, как же, как же с вами чехи-то это делали? Они не делали, они тоже не смогли. Ну, стало, конечно, с одной стороны легче, а с другой стороны нет. Ну, как не делали? Надо же что-то делать. раз я только-только закончила ФТП-1. Я говорю, подождите, кажется, я знаю, что делать. И вот я сделала, проработала все, что нам показала Алина, и буквально минут через 10-15 я смогла вытянуть голову и сделать вот эту вот первую фазу на спине. Ну, надо ли говорить, да, что я там ликовала, конечно, это было. Потому что всегда страшно, все специалисты на ВОИТе с Россией знают, что когда приходят люди и говорят там, мы были на ВОИТе у чехов, или мы были на ВОИТе у поляков, у немцев, ты начинаешь на всякий случай нервничать. Потому что у нас есть такое немножко предвзятое отношение к специалистам в России. И, ну, конечно, надо сказать, что я была очень счастлива, что получилось. И она говорит, а как же они так не смогли сделать? Ну, потому что это не ВОИТа. И вот это опять для меня стало таким очередным таким звоночком, что да, ты все правильно делаешь. Учиться надо не только одной методике. Учиться надо многим методикам для того, чтобы вот в такой момент, когда, ну, почему-то не получается, иметь возможность сделать что-то из другой методики и дальше продолжать делать то же самое. То есть нам это дало возможность что-то улучшить в ВОИТа терапия и продолжать ВОИТу терапию. И, в принципе, ну, не соврать, мы это ФТП с ней сделали буквально три раза, и уже сейчас мы можем спокойно делать ВОИТа, не задумываясь о том, что я больше не могу ребенка уложить. Правильная позиция. А я могу с своей стороны рассказать, что когда я познакомился там с, ну, вообще с кинезиотерапией, то, значит, ну, ура, ура, там упражнения, мы будем делать все. Потом Мирослав стал топить за то, что как бы нужна мануальная терапия, нужна работа двумя руками, вот, и, скажем, ну, там уже накопив какой-то опыт, то есть как бы в том числе и, ну, и практическая работа, и выступления, и проблемы внутри центра, то есть я столкнулся с тем, что есть ситуации, когда есть какие-то структурные нарушения, то есть, например, неврологические нарушения вызывают ортопедические, или ортопедические нарушения вызывают неврологические, плюс еще могут быть какие-то проблемы с функциональными, структурными, то есть когда пациент или не хочет, или не может, и вроде бы упражнения, ну, должны бы помочь, а их никто делать не будет. Вот, и, соответственно, какие-то подходы, то есть которые, вот, чтобы ты нажал на кнопочки, и мозг среагировал, и что-то самого типа как бы заработало. Вот, и вот здесь вот для меня Войт и ФТП, вот именно мануальные техники, то есть первый модуль, то есть они стали вот таким своеобразным открытием, то есть я теперь ну, совершенно искренне рекомендую для специалистов, которые должны для пациента желательно вот как бы в первые там один, два, три сеанса показать маленькое чудо, чтобы пациент поверил, чтобы у него округлились глаза, ну, или пациент, или его родственники, чтобы пошло дальше, потому что у нас все хотят найти какого-то чудесного волшебника, который как бы сразу захоп и все сделает. Привет, Алина. Да, я ей сказала, чтобы она не заходила в эфир, потому что я буду нервничать. Ну, мы спали. Да, да, это точно. Ну, это правда, и вот, ну, вы работаете со взрослыми, а мы с детьми, и часто очень приходят мамы, иногда бывает уже с детками немаленькими, там, пять-шесть лет, которые все время делали ЛФК, и им они делали в центрах, их научили делать дома, они сутками делают ЛФК. иногда надо просто сказать, прекратите, просто ребенок больше не может, и об этом и Алина много говорит, да, что нервная система, она, к сожалению, не безгранична, у нее есть ресурс, и очень часто мы пытаемся объяснить, что, ну, подождите, вот давайте вот сейчас вот это вот, это пять минут, и все, как бы, нет, подождите, подождите, а тут у нас там два часа растяжек, три часа упражнений, и вот тут надо то маленькое чудо, о котором вы тоже говорите, да, нужно показать здесь и сейчас результат, чтобы родители поняли, ага, кажется, она знает, о чем говорит. Да, бывает такое, что с недоверием относятся, ну, вот, приехали, и вот сейчас говорят, ну, сейчас разберемся, вот мы там на шестой неделе, какая шестая неделя? То есть это все такие сложные слова, которые ничего не дают, и нужно действительно показать, что ты что-то можешь, и в этом смысле многие терапии, ну, в том числе, конечно, их любимая будет, они дают вот эту возможность показать родителям, что это действительно работает, и вот не когда-то, через два-три месяца, год, а вот здесь и сейчас, и это очень важно, и тогда они начинают понимать, почему стоит тебе верить и делать то, что ты говоришь. Ну, и насколько я понял, убедился, что, ну, как бы, с одной стороны, многие родители хотят, вот у них есть, условно говоря, понимание, там, курса, да, или набор процедур, и, соответственно, они хотят, как бы, в ребёнка влить, вкачать, как бы, вот сколько можно, там, или там, сколько они готовы заплатить, или сколько готовы потратить время. А получается, с точки зрения ответа нервной системы, то есть нельзя пихнуть нефихуемый, то есть нельзя налить, как бы, в этот мозг, в это тело, как бы, больше, чем он выдержит. И, соответственно, оказалось, что вот эти методики, которые активируют нервную систему, они работают буквально в пределах, там, 20-30 минут, мозг отреагировал, и, в принципе, дальше стимулировать то, что уже отреагировал, уже нет смысла. Получается, я, ну, как взрослый невролог, который там что-то, там, чуть-чуть поизучал, то есть понимаю, что есть там временная суммация, пространственная суммация, эффект после действия, и, оказывается, всё это можно таким набором подпороговых стимулов, то есть лёгким нажатием, поглаживанием, то есть вызвать такой эффект, который потом, ну, прямо на фото до и после вызывает споры, что этого не может быть. Ну, да, войта лёгкими нажателями, конечно, прям сильно не задавёшь. Не, не, я сейчас про ФТП. Войта – это как раз как бы немножко другое, но зато для меня очень ценно то, что войта ведь работает не только у больных-больных детей, то есть мы неоднократно сталкивались с такими, ну, скажем так, это не пациенты, то есть это дети, у которых есть какие-то, скажем, ну, есть вот как будто пунктогенез в путь развития, да, и ребёнок либо притормозил, либо пошёл куда-то не по той, по кривой дорожке, и вот если поймали в этот момент, то есть как бы понажимали на нужные зоны в правильных позициях, чтобы он повернул на нужную дорожку, и бах, и он уже не, как бы, и нет отклонений, он уже здоровый. А если бы это не сделали, то мы сколько раз видели таких пациентов, которые стали больными, у которых появилось ДЦП, которое не должно было быть. Вот Алина, когда на первый курс в России приезжала, то есть приезжали пациенты с ДЦП, то есть которые были не домашними. И из-за того, что не было адекватной реабилитации, плюс ещё вот эти антиконгульсанты, то есть противоэпилептические препараты, то есть которые тормозят развитие медной системы, и плюс, ну скажем так, либо отсутствие реабилитации, либо не очень специфической реабилитации, приводили к тому, что они становились ДЦПшками, хотя вроде бы предпосылок для этого не было. А ещё есть такой момент, но реабилитологи с ним сталкиваются в России регулярно, когда ты уже видишь проблему, а неврологи нет. К сожалению, врачи у нас очень часто небожители, не все далеко, я знаю таких прекрасных врачей, которые тоже постоянно учатся, и слава богу, что они есть, но тем не менее, есть и те, которые изучили 20 лет назад, и знать не знают, что там как бы происходит, и вот тут начинаются прямо проблемы. То есть бывает такое, что к тебе какой-то воле, судьбой ребёнок попадает в два месяца, ты уже в два месяца понимаешь, что что-то не так, и мы идём, скорее всего, к диагнозу, а неврологи говорят, здоров, ты пытаешься объяснить маме, что нужна воитотерапия, она прочитала в интернете, что всё будет плохо, все будут плакать, и зачем это нужно, когда невролог говорит, что здоров. И вот тут прям такое постоянное противостояние, и когда уже ребёнок возвращается с диагнозом, ну да, самое худшее, что, конечно, может быть, а я же говорила, это самые те слова, которые мы не хотим говорить, никогда. Хочется ошибиться, но, как правило, мы всё-таки оказываемся правыми, потому что видим, как раз знаем этот онтогенез понедельно. понимаем, что нет, вот, а этих знаний часто не хватает. И тут, конечно, надо сказать, что очень бы хотелось, чтобы как можно больше наших врачей-неврологов обучалось вот этим бесценным знаниям, понимали, и чтобы мы с вами были на одной волне, чтобы эти детки чуть-чуть как раз раньше попадали к нам на терапию. А вот что касается ФТП, ещё хотела сказать, что свою дочку я привела на ФТП, привезла, она, ей сейчас 3,5 года, в 3 года меня ребёнок просто окосел. Один день. Заплакала и окосела. Она недоношечка, и, в принципе, поскольку мама всё-таки реабилитолог, нам удалось её как-то куда-то вытянуть, но вдруг она заплакала, и глаз просто уплыл. Естественно, я позвонила Алине, Алина говорит, ну вот, когда ты идёшь на ФТП, приезжайте. И, конечно, работа, мы начали тут же работать и по ВОИТе мы начали работать и по ФТП-1, и сейчас глазик, ну, очень редко, чуть-чуть скашивать. В принципе, за несколько месяцев мы поставили глаз на место. Постоянно работа. Я очень рада, потому что, ну, глаз ушёл прям вот сюда, прям совсем уходил глаз. Но, опять же, это такая работа, вот на ФТП, которую можно видеть сразу. Но я уверена, что без закрепления ВОИТ-терапии и другими методиками, без совместной работы с офтальмологами, мы бы, конечно, этого результата не добились. Поэтому мне бы очень хотелось, например, чтобы и офтальмологи наши знали. Вот в этот прошлый курс на ФТП-1 был один офтальмолог. И это тоже очень здорово, что начали офтальмологи узнавать о том, что есть такой курс, где рассказывают о том, как можно мануально поработать с косоглазием. Потому что основная сейчас методика коррекции это заклеивание глаз или коррекция очками в ФТП. Вот спрашивают, что такое функциональная терапия в педиатрии. Вот это такие мягкие мануальные техники, где мы научились работать на надкоснице, на мягких тканях. И, ну, что можно сказать, что действительно, вот как говорит Андрей Львович, это действительно дает возможность получать результаты видимые практически мгновенно, через несколько минут, иногда, ну, там, 10 минут, 15. И даже когда мы сами на себе работали, ты начинаешь работать, ткани жесткие. И прям ты чувствуешь, как они у тебя под руками расползаются, становятся мягче, мягче, и тело тебя впускает достаточно глубоко туда, когда ты никогда не мог бы подумать. Когда Алина сказала, что можно потрогать позвоночник через живот, сначала было прямо страшно. Как это? А когда ты понимаешь, что ты лежишь на боку, у тебя с одной стороны с живота, а с другой стороны с поясницы его шевелят, это, ну, на самом деле это удивительное чувство для всех, наверное. Всем реабилитологам надо попробовать, просто потому, что вы даже и не знали, что он там. Вот абсолютно точно вы себе не представляли, что он там. Потому что, когда мы это представляем на скелете, и когда ты это чувствуешь на себе, это две разные вещи. И тут, конечно, было просто удивительно. А сталкивались с ситуацией, то есть, когда вы приходите на какой-то курс, сначала идут, ну, скажем так, какие-то сложности, там, может быть, непонимание, потом все встает на свои места, а потом, например, в конце там появляется что-то новое, или на следующем курсе появляется что-то новое, и понимаешь, что ты только что что-то знал, а теперь понимаешь, что уже ничего не знаешь. Я не знаю, как у других преподавателей, у Алины так всегда. В первый день приходишь, и все свободное время проводишь с гуглом, потому что что? Ничего не понятно, подождите. И даже Алина иногда говорит, подождите, не надо идти вечером домой и все это учить, потому что завтра станет все понятно, но есть люди, ну, сразу нервная система, я не могу ночью, я не лягу ночью спать, если я не поняла, о чем была речь. Что-то мне не встало на места. И, конечно, мы с кем-то, кто похож в этом смысле на меня, прорабатываем, обсуждаем, что сказали, укладываем это на какие-то полочки, чтобы завтра было легче. И вот действительно уже к концу ты думаешь, ну, все, слава богу, все понятно. В последний день Алина делает такое ревью, и что-то сказала, и все. Опять ничего не понятно. Как так? Это не то, чтобы ничего не понятно, а ты понимаешь, а еще вот это можно было узнать, а куда идти-то? И ты понимаешь, что тебе еще куча всего надо. И те, кто постоянно учится, они знают вот эту историю, что это на самом деле очень сильно затягивает. Это как такой своеобразный наркотик, потому что ты начинаешь работать с пациентом, и ты вот досюда я знал, а дальше в стоп, я не понимаю, что дальше. И ты сразу начинаешь думать, где я этому могу научиться. И это нон-стоп. С одной учебы перетекают на другую, приходят коллеги, ой, а ты там был? Нет, надо обязательно сходить. И вот это постоянно происходит так, мы постоянно учимся, но это как раз дает, большое счастье, что-то дает нашим пациентам возможность получать качественную реабилитацию. Что вот этих вот камней преткновения, когда ты встал и не знаешь, что дальше, их становится все меньше и меньше. И ты начинаешь понимать, что, ну да, я знаю, что делать, ничего страшного, давайте попробуем, сделаем так. И это очень здорово. Так, скажите, пожалуйста, а какие методы, то есть вот я понял, что вы уже овладели искусством получения каких-то, ну скажем, относительно быстрых результатов, во всяком случае, за считанные минуты. А какие методики вы используете для закрепления результатов? И прежде чем вы ответите, я могу дать такую подсказку, то есть в виде анекдота, чтобы немножко расслабить обстановку. Ну знаете, как у нас есть в армии прапорщик, да, то есть он, значит, там торопится на работу, обувает ботинки, и никак нога в ботинок не залазит. Вот. Ну а солдат, который его ждет, ему говорит, то есть товарищ прапорщик, а вы язычок-то высунете? Да, да, да. Используете ли вы язык для того, чтобы скрепить результат? Ой. Язык вообще удивительная вещь, я хочу сказать, что особенно вот те, кто сейчас, я вижу у нас девочек в чате, кто с нейрологопедией, только вернулся. Язык – это такая вещь, которая в нашей, наверное, российской реабилитации мы ему совсем не уделяли должного внимания и совсем не понимали, насколько он важен. И когда Алина первый раз сказала, что язык – это стоп, и стопы – это язык, что опять? Вообще Алина – мастер разрыва шаблонов, я хочу сказать. И сейчас, когда я начинаю понимать, настолько много я вижу вот этих наших ошибок. Действительно, когда мы говорим родителям «убери язык, закрой рот, слюни текут», и мы лишаем их возможности помочь себе, Алина на своих курсах дает возможность на простых примитивных буквально упражнениях понять, насколько язык помогает в стабилизации, что ты просто начинаешь думать, да ладно, как же я столько лет об этом не знала. И язык используем не то слово. И на самом деле, что касается и ФТП, и нейрологопедии, и на биомеханике, об этом очень много говорится, о том, что язык – очень важная часть нашего тела. Но если мы говорим о закреплении, то, конечно, тут язык за ним не последняя роль, то это, конечно, войдет и ПНЛ. Это для меня такие методики функциональной ПНЛ в педиатрии, которые дают возможность запустить сразу очень большое количество мышц в работу. Иногда бывает такое, что когда мы пытаемся объяснить родителям, что это и как это работает, начинаешь делать войдет у ребенка, и видим, как двигаются глаза, как двигается тот тот же язык. И родители сначала пугаются, что это, а потом ты объясняешь, что, вы понимаете, за счет того, что это работа не на мышцах каких-то отдельных, а мы запускаем работу в работу нервную систему, получается подключать такое количество мышц, которые, конечно, не один массаж, не одна методика, которая работает исключительно с мышцами, подключить не в состоянии. И тут еще очень важно отметить, что после выполнения войдет терапии ребенок находится, ну, как скажем, в состоянии активации еще 3-4 часа. То есть формально, то, что родители очень боятся, что они прекращают делать ЛФК, там по 2 часа в день, мы должны понимать, что вы сделали ЛФК, все, ресурс закончен, ребенок устал, и все, он ничего не делает. А вы это сделали, и она продолжает работать еще 3-4 часа, даже если вы этого не видите. Это, конечно, ее уникальное свойство. А что касается ПНФ, я знаю, что многие, когда видят, смотрят со стороны, им кажется, что это так легко. Но когда ты начинаешь делать это, начинает становиться понятно, что нелегко вообще никому, ни пациенту, ни терапевту. Это настолько серьезная работа, и иногда мамы мне говорят, ну, смотрят на это и говорят, ну, мы такое вообще легко делали, у нас такие были занятия серьезные, такие, что вот это вот мелочи. И обычно я единственное, что говорю, садитесь, давайте попробуем, или ложитесь, ну, что в зависимости от того, что мы делали. Давайте попробуем. Они должны попробовать это на себе, чтобы понять, что уровень напряжения, или что, я даже знаю, уровень включенности мышц в этот процесс таков, что, конечно, мне кажется, это, ну, уж я не знаю, как в других методиках, в ПНФе больше 40 минут поработать, наверное, невозможно. И дело даже не только, что это мышцы просто не выдержат, но я видела такое, что дети через какое-то время просто начинают как будто засыпать. Все, они поработали, поработали, и потом ты видишь, что они начинают отключаться. Все, нервная система устала. Потому что это же переучение, по сути мы переучаем, переучиваем, переучиваем нервную систему другой работе, другому стереотипу движения. Они привыкли делать по-своему, мы показываем, как делает здоровая, обычная нервная система. И прямо видно, как ребенок после этой работы устал. Он прям, если кто-то из них может сказать, кто-то нет, но это очень серьезная работа для ребенка, большое, очень сильное напряжение. И если со стороны даже кажется, что это очень легко, это прям совсем не так. Сейчас, пользуясь случаем, то есть пока эфир не закончился, хотел сказать, что мы с Алиной запланировали такой небольшой марафон. Это будет три таких коротких вебинара. Так, спрашиваю, что такое PNF. Это методика про прецептивной нервно-мышленной фасилитации или проторения. Только есть классический PNF, а есть функциональный PNF. Вот Алина дает функциональный PNF, то есть это, ну, скажем так, очень крутая методика, то есть которая дает огромные возможности для стимуляции нервной системы. Так вот, мы приготовили такой своеобразный марафон, то есть он будет совершенно бесплатный, и мы хотели с Алиной, ну, скажем так, с одной стороны, как бы развеять некоторые мифы по поводу методики Войта, сломать некоторые стереотипы. Но я надеюсь, что если нас смотрят и будут смотреть специалисты, то они смогут сложить свое мнение о методике Войта не только в терапии детей, не только в диагностике, но и как бы в диагностике и терапии взрослых и об, скажем так, элементах методики Войта, которые можно использовать ну, как бы отдельно где-то в реабилитации. И я думаю, что результатом будет как бы три варианта. То есть либо будет любовь с первого взгляда, либо дружба, ну, либо, по крайней мере, хотя бы такое шапочное знакомство, но чтобы каждый знал, как он сможет эту методику использовать в своей жизни, либо своими руками, либо направит к специалисту, но, соответственно, будет уже выбирать, какому специалисту направить, который учил Сусонгра по видео в Ютубе или который прошел какой-то, скажем так, достойный курс и дает результат, его рекомендует пациент. Поэтому следите, пожалуйста, за новостями. То есть я думаю, что будет очень круто. То есть такого мы еще не делали. Я думаю, никто еще такого не делал в реабилитации в формате онлайн. Ну, вы вообще первопроходцы во многих вещах по реабилитации, надо сказать. За вами первенство во многих вопросах. Так, теперь следующий момент. То есть если нас смотрят родители, то я могу, ну, скажем, совершенно искренне порекомендовать центр, который возглавляет Гузель. Он называется «Растем здоровыми». То есть можете найти аккаунт в Инстаграме и, соответственно, получить всю информацию. Я хотел бы, чтобы мы с вами проговорили, каким пациентам мы с вами можем помочь эффективно. То есть вот кто наши клиенты, наши пациенты, то есть ну как бы кому стоит заниматься вот этими нейрофизиологическими, нейроразвивающими методиками, в том числе и в вашем центре? Ну, конечно, в первую очередь это детки все с моторными нарушениями, которых много очень. Ну, наверное, основная масса так или иначе наших пациентов это детки с ДЦП. Просто это не единственная, но основная масса. Их достаточно много в России и за 5 лет их прибавилось на 18%. То есть если так дальше пойдет, то, конечно, без работы реабилитологи, к сожалению, не останутся. Вот это детки с различными генетическими заболеваниями, да, даже со сложными такими, как СМА или спинобифида. У нас есть детки со спинобифида. Ну, различные, на самом деле, генетические заболевания, если они подразумевают какие-то моторные нарушения. Если мы говорим о детках с расстройством аутистического спектра, да, часто у них бывают такие вещи сопутствующие, как, например, хождение на носу мочках, да, или, ну, там, различные патологии такие же моторные, мы можем им помочь. Ну, в том числе, надо сказать, что, возможно, сейчас специалисты, если есть кто-то, кто не знаком с терапией, очень удивятся, что мы видели, наблюдали на одном из курсов по аути, когда у ребенка сразу начал появляться зрительный контакт аути, да, для меня, например, это было удивительно, потому что я как бы специалист сенсорной интеграцией в том числе, и я абсолютно убеждена, что с такими детьми можно только там игровыми методиками заниматься, но и тут прям для меня это очень значимо было, очень важно. Действительно, вот на последнем, на аути 2, было такое, что дети начали говорить новые звуки, новые слова. Соответственно, это очевидно прям нам доказывает, что аути работает не только с моторными нарушениями, но в том числе и с когнитивными. Конечно, если ребенок абсолютно здоров, и только у него отсутствует речь, наверное, ему легче идти по пути наименьшего сопротивления через какие-то центры, запускающие речь, но тем не менее это абсолютно возможно. Возможно сделать так, что аути в том числе будет помогать работать и с ментальными нарушениями и развивать когнитивно ребенка. Поэтому детки сразу тоже к нам приходят. Детки с синдромом Дауна, очень многие приходят детки с синдромом Дауна, и мне кажется, что тоже очень можно с ними хорошо поработать и с методиками ФТП, потому что очень часто надо как раз с ними быстро запустить в работу какие-то мышцы для того, чтобы хотя бы иметь возможность работать. Бывают такие, они прям есть в разной степени у них, конечно, но бывает такой прям вяленький-вяленький малышочек приходит и с ним тяжеловато работать. Ну тогда, конечно, его это и ФТП очень сильно нам помогают. Я думаю, что еще очень важно сказать, то есть мы, например, у себя в области не просто об этом там тихо сидим и говорим, то есть мы, скажем, организовывали такие агитбригады, то есть директор, заместитель главного врача, то есть еще ряд сотрудников выезжали в районные больницы, в перинатальный центр и рассказывали врачам о том, ну, скажем так, о возможностях современной реабилитации и в первую очередь о том, что, например, то есть все 100% недоношенные дети должны проходить реабилитацию, то есть я думаю, что в первую очередь по методике Бойка. Да. А еще, наверное... Потому что у них реально есть шанс при вовремене начатой реабилитации догнать своих сверстников, потому что компенсаторные возможности они очень большие. Да. А еще есть такой момент, как диагностика. Мы только сказали, да, о том, что неврологи часто не знакомы с вот этой мелкой диагностикой. Они работают в основном, ну, вот есть такие в поликлиниках, да, но видят они в основном здоровых детей и видят. И вот эти вот мельчайшие детали диагностики, онтогенезы понедельно, они не знают. И, конечно, вот все чаще и чаще к нам приходят малыши просто, а посмотрите, все ли у нас хорошо. И это тоже очень здорово. Мне кажется, это тоже новый такой виток, когда мы не просто идем к массажистам, делаем массаж и как бы проходим, и все. Но мы реально понимаем, что может дать реабилитолог маме здорового ребенка. Как минимум понимание, что точно все идет хорошо, или давайте, даже если мы точно не уверены, что это еще патология, мы можем сказать, а вернитесь ко мне, пожалуйста, через месяцочек. Да, просто посмотреть, и если что-то увидим не так, что-то не так, мы имеем возможность быстро, рано начать терапию. Для нас время в данной ситуации очень важно с этими недоношечками, малышочками. Поэтому, конечно, мне очень хочется, чтобы большое количество мам узнало о том, что они могут приходить в реабилитационный центр для того, чтобы пройти диагностику развития ребенка. Так, еще у нас есть такой вопрос, очень типичный, а сколько должен длиться по времени сеанс? Ну да, но тут все, никакого секрета, и, честно говоря, мне очень нравится, что и воитотерапевты, и терапевты Фельденкрайса, и АБМ практики говорят одну и ту же цифру. Слава тебе, Господи. 40 минут – это то время, которое нервная система как-то может воспринимать вас как специалиста. Бывает ли, что мы час занимаемся? Ну, конечно, ну, это вы должны понимать, вы пока зашли, пока маму спросили, это не работа с ребенком, поэтому там занятия, условно говоря, час, например. Но это не значит, что ребенок будет работать час, никогда не значит. Ребенок час работать не может и не должен. Так, еще вопрос, как можно будет попасть в марафон. Смотрите, у нас будет, то есть он бесплатный, но только по регистрации, поэтому следите, пожалуйста, за информацией в наших аккаунтах в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, или вы после эфира можете написать, ну, в директ, в вашу электронную почту или номер телефона, то есть, ну, и выразить свое желание, что я хочу попасть на марафон, и, соответственно, мы вам пришлем информацию. Так, и вопрос терапии Войта будет ли там обсуждаться? Да, будет обсуждаться, но, скажем так, такое знакомство, чтобы мы хотим, чтобы нас понимали, чтобы понимали наши курсанты, которые работают на результат, чтобы понимали, зачем, кого, когда нужно отправлять, или, если вы захотите поучиться, чтобы вы понимали, зачем стоит пойти, как бы, учиться на Войта, подойдет вам это или нет, то есть можно будет, как бы, ну, так чуть-чуть познакомиться поближе. И вопрос, возможно ли эта терапия для людей с эпилептическим синдромом? Можно я отвечу, то есть на своем обывательском уровне, вот, и потом вы, как специалист по будни терапии, ответите. Я на секунду вас перебью, только просто узнать про время, да? А у нас такой аккаунт, что у нас час не ограничен. Мы чуть-чуть, чуть-чуть за час выйдем. Дорогие друзья, у меня вот такое представление, то есть, ну, я у санта на курсе это объясняю, что вот мозгу, если нечем заняться, то он занимается всякой ерундой, в том числе, ну, от нечего делать он генерирует какие-то неправильные импульсы, непродуктивные, которые не ведут ни к чему хорошему, но вызывают судорожную активность. Вот, и, соответственно, если мозгу давать какие-то задачи, которые для него сложные, но которые направлены на какие-то действия, на какой-то результат, то ему тогда ерундой заниматься некогда. Поэтому вот эпилептическая активность вот таких специфических нейростимуляций, она тормозится. Ну, это вот как бы наш опыт нашего центра, то есть это опыт, то есть как мы объясняем, и откуда неврологи, детские и взрослые взяли, что, ну, там, ЛФК, там, оба, твойтотерапия, там, противопоказаны при эпилепсии, я, честно, не знаю. Но сейчас вы можете сказать свою точку зрения и, ну, как бы точку зрения, то есть курсантов, которых обучали разные преподаватели. Ну, эпилепсия – это показание какой-то терапии. Вот все, что я могу сказать, да, словами Алины Войчиховской, на самом деле абсолютно никак не влияет, даже бывает такое, что приступ случается во время занятия, это совершенно не значит, что что-то страшное происходит. Единственное, какой момент, когда мы можем откладывать начало воитотерапии, если идет, вот в данный момент идет подбор ПЭПов. Назначили ребенку противополептические препараты и идет подбор. Ну, тогда можно говорить о том, что дать возможность врачу подобрать препарат и начать делать. Но, в принципе, никакого противопоказания у Войта такого, как эпилепсия, нет абсолютно. Даже по опыту уже, по опыту коллег, которые давно работают и по опыту своему, могу сказать, что часто на воитотерапии количество приступов эпилептических снижается. То есть, они становятся реже и короче по продолжительности, даже если ничего не менялось в медикаментозной терапии. Поэтому никакой, абсолютно, это нас не пугает. И вот у нас бывает пациенты с синдромом Веста, как известно, там прям серьезная эпилепсия, да, бывает, и абсолютно спокойно они занимаются на Войте. И даже удается иногда достигать хотя бы каких-то результатов, ну, в зависимости от ресурса ребенка. И продолжение этого вопроса, и можно ли Войта людям в мамом сознании? В каком мамом сознании? В нарушении сознания. Ну, я бы так сказала, если нарушение сознания есть, то это, наверное, Войта чуть ли не единственная методика, которой реально можно поработать. Потому что если для ПНФ нужно включение пациента, если мы даже говорим про Фильденкрайз и АБМ, нужна осознанность пациента, чтобы он вслушался. Вот Войте ничего не надо. Когда есть такой вопрос, что ты не знаешь, что понимает пациент, понимает ли или нет, в каком он состоянии, всегда это самый короткий путь это Войта терапия. Потому что Войте не нужно ничего. Даже ребенок на противоэпилептических препаратах, с которым даже в той же сенсорной интеграции сложновато работать. Он лежит и он не с тобой. Он настолько, его нервная система заторможена этими препаратами, что ты не получаешь от обратного ответа никакого. Войта все равно получает обратный ответ. Хоть маленький, но получает. И в этом смысле всегда мы понимаем, что если не знаете, что делать, то Войту. Так. И еще вопрос про Ваш центр. У Вас в центре применяется работа по МКФ международной классификации функционирования. Честно говоря, я даже не знаю, что это такое. Я вот сейчас посмотрела, думаю, что такое МКФ. Надо мне опять еще один повод сегодня залезть в Google. Окей, Google. Что такое, как это работает. Я могу за Вас сказать, что работа по МКФ, то есть все эти классы и так далее, это требует погружения именно с точки зрения бюрократической составляющей. Но я думаю, что Вы же не лечите болезнь. Вы лечите нарушение функции. То есть стремитесь к повышению активности пациента, к участию его в социуме. Поэтому Вы работаете с точки зрения МКФ, то есть даже если, скажем так, не следуете вот этим буквам, которые там написаны. Вот. Вот Николай написал, знаешь, ты это точно. Да, да. Он меня ответил, я знаю. Вот я еще хотела одну вещь обсудить в эфире. Я не знаю, но мне кажется, это очень актуальный такой вопрос, потому что мне буквально за несколько дней несколько раз задали его в директе, в Инстаграм по поводу уровней по GMFC и по поводу того, что специалисты разделились, да, на то, те, кто говорят, что не перескакивают дети ни с одного уровня никуда, и на тех, кто может. Это прям такой вопрос, я вам хочу сказать, очень остро стоящий. И вот я для себя пришла к выводу, что для меня абсолютно нет никакого разногласия в этом. потому что есть у нас детки, которые объективно вот были на пятом и на пятом останутся. Но какие-то детки такие есть, да, что им, ну, не можем мы помочь. В связи с какими-то событиями, может быть, это опять может быть прием каких-то препаратов таких, которые настолько сильно тормозят нервную систему, что, ну, не двигаемся мы дальше, да, ну, чуть-чуть, прям микродвижение годится. Есть у нас пациенты, которые перескочили, им обещали, что будут лежать, будут овощами, а они вдруг вместо пятого стали третьим или каким-то другим, да, уровнем. Такие детки тоже есть. И почему для меня нет в этом никакого разногласия, потому что специалисты, как говорят, да, которые сторонники того, что дети не перескакивают, говорят, что, ну, ошиблись. Ошиблись врачи, неправильная диагностика была. Но по факту маме все равно, почему он в пять лет из пятого уровня превратился в третий. Кто-то ошибся или можно перепрыгивать. Собственно, терапевту в этот момент, когда он достиг такого высокого результата, тоже все равно. Поэтому я понимаю, что, да, в данной ситуации нет никакого противоречия между специалистами, есть просто разный взгляд на одно и то же, по сути, одно и то же. Есть у нас проблема как бы с диагностикой, с оценкой, но есть, такое случается. И достаточно часто, когда они видят того, что ребенок может. Но, наверное, как специалист мне бы все-таки хотелось, чтобы терапевты верили в чудо неправильно сказать, верили, не ставили себе рамок, никогда не говорили себе. Если специалист заранее говорит, что я могу этому ребенку помочь только лучше дышать или ходить в туалет ежедневно, наверное, он вряд ли может дать этому ребенку что-то большее. Но если специалист не ставит себе таких ограничений и просто действует в соответствии с фунтогенезом. Вот сейчас он здесь, пойдем дальше. Получится, пойдем опять дальше. Получится, пойдем дальше. То есть я как раз за вот это выстроивание маленьких целей, и тогда это дает нам возможность, ну, если не перескакивать, то делать ошибки неврологов возможными. И слава Богу, что эти ошибки бывают, случаются, и это просто когда-то невролог не поверил в то, что это там не пятерочка, пусть это будет не столько ошибкой, сколько он не поверил в этого ребенка. И просто ему не встречались там хорошие реабилитологи, терапевты, которые могли. И слава Богу, если это будет случаться. Ну, на мой взгляд, то есть, когда оценивают по этой шкале, то есть это как бы оценка антигравитационных способностей в данный момент. То есть будет это всегда или нет, то есть, насколько я понял из опыта работы нашего центра и опыта курсантов академии, это зависит от интеллекта пациента. Если у пациента интеллект сохранен, то потенциал выше, чем он, скажем так, кажется с точки зрения многих других методов. То есть, по крайней мере, то есть Вольта и ФТП доказывают, что можно, как бы, пятерка, можно стать четверкой и даже тройкой, если интеллект сохранен. Наверное, реабилитолог должен руководствоваться с девизом не отступать и не сдаваться, да? Хотелось бы, да, конечно, есть такие моменты, когда, наверное, нужно здраво смотреть проблемы в глаза, потому что бывает и наоборот, когда мама настолько хочет чего-то, каких-то результатов, которые, к сожалению, мы не можем ей обещать, и поэтому ребенок, вот как в том этом кружок, драм-кружок, кружок по фото, еще мне петь охота, он во все реабилитационные центры с утра до ночи, а там уже и нервная система не выдерживает и не происходит никакого результата уже даже еще из-за этого, потому что ребенок просто переутомлен. Конечно, тут иногда прям нужно, если не сказать маме «нет, подождите, ничего не получится», то хотя бы сказать «давайте делать это все-таки медленнее», исходя из ресурса ребенка. Но все равно, я думаю, мне очень хочется, чтобы реабилитологи верили в себя, в то, что они учились, просто так верить в себя нет смысла, надо верить основой на чем-то, и верили в то, что они могут что-то менять в виде результаты других специалистов, которые делают это своими руками, и часто, ну, мы видели это, происходит на курсах обучения мамы, когда мы видим очень крутые результаты, и поэтому, конечно, хочется, чтобы вы не останавливались и верили в себя. Ну, я могу, то есть вот как демонстрацию, то есть примеры, то есть то, что неврологи могут, не знаю, как сказать, не ошибаться, а заблуждаться, да, потому что, с одной стороны, то есть я сам невролог, и нас учили, что там обвинствующая роль нервной системы, но нас, кроме как назначения препаратов, не научили, то есть как эту нервную систему активировать правильно, то есть, ну, не дали нам институте вот как бы знания о нужных кнопочках нужных инструментах. У нас, ну, как бы в центр, ну, так совершенно случайно, то есть попала девушка, то есть, ну, скажем так, девочка, то есть ее мама занималась там с моими ребенком иностранным языком, и вот просто жена разговорившись, то есть спросила там, как дела, девочке было, что-то, по-моему, три месяца, у нее разница в размере ног была один сантиметр. Ага. Ну, один сантиметр много или мало? Ну, для меня, например, там разница один сантиметр в руках или в ногах, то есть если я правша, там занимаюсь футболом, то есть это как бы ну, ерунда какая-то. А для ребенка, у которого там две ноги, то есть одинаково двигаются, то есть так чуть-чуть без нагрузки, только против гравитации, это очень много. Левая рука отставала в развитии, то есть и, соответственно, как раз у нас был курс Алины, то есть мы попросили ее посмотреть, она заподозрила, что может быть там проблемы с ключевым сплетением или начинается для того, чтобы исключить, то есть нужно было сделать электронермиогографию. А невролог только что до этого на очередном осмотре посмотрела вообще все отлично, ничего не увидела. Ну и, собственно говоря, мама как бы вроде бы видит, что что-то есть, но как бы свой же ребенок он же не может быть там с какими-нибудь проблемами, соответственно, вроде она все собиралась поделать массаж, но все, что-то как-то никак не доходило. Курсанты мамы поработали, и потом вроде Алины говорят, надо все-таки сделать НМГ, чтобы сделать НМГ, нужно направление от невролога. Пришли к неврологу, невролог смотрит и не видит разницы. Хотя, ну как бы, разница есть, но она уже стала меньше, потому что один сеанс прошел. Но все-таки мама добилась, сделала исследование, вот, ну слава богу, то есть как бы там грубой патологии не нашли, ну где-то месяц реабилитации, и все, там ручки, ножки догнали, все, как бы ребенок сейчас развивается отлично, то есть сейчас ребенку, наверное, где-то около двух лет, вот, и все супер. То есть мы совершенно случайно, просто разговор двух женщин, то есть как бы поймали тот момент, когда ребенок, ну по каким-то причинам, там трудные роды были первые, там как бы пошел не по тому пути, и в принципе он мог бы свалиться, то есть в какую-то такую проблему, то есть в которой потом уже может быть вопрос. Ну да, если бы проглядели, да, что там. Ну в этом смысле опыт Алины, ну конечно бесценен, потому что очень многим, иногда даже и своим пациентам, вот у нас на днях тоже эфир, когда приходила мама, и Алина тоже сказала, пригласи ее к нам на курс, чтобы мы посмотрели, потому что когда сложные какие-то пациенты, все равно опыт работы, ну у меня допустим 10 лет, да, это больше чем в два раза меньше, чем Алинин опыт работы. И на самом деле очень круто, что есть такие люди, я не знаю, как это сказать, старших товарищах, наставниках, да, когда ты можешь, имеешь возможность обратиться, спросить вот что не так, и в этом смысле очень удобно, надо сказать, что еще один такой важный пункт для курсантов МАМР, для тех, кто еще может быть, я не знаю, думает, стоит или не стоит, то, что остается связь со всеми преподавателями, нет такое, что вас отпустили, и в свободное плавание, делайте, что хотите, если у вас есть сложный вопрос, вы всегда можете спросить, и это очень здорово, и здорово, когда специалисты могут сказать, я не знаю, и вот обратиться к тем, кто уже очень-очень давно в этой профессии, может с одного взгляда сказать, это генетика, или это сделайте такое исследование, да, это тоже очень дорогого стоит, и на прошлом, вот последний курс, на котором я была, какой это был, вот совсем недавно, уже их было так много, я уже запуталась, будет два, и я была поражена степенью олининной оценки того, что происходит, мы всегда знали, что она хорошо оценивает всех детей, но в этот раз был какой-то новый для меня разговор, несмотря на то, что я, наверное, была уже, я даже посчитать не могу, на скольких учебах у Алины, когда она сказала, каждый раз, на каждом курсе после вот этого этот ребенок делает вот это, вот это, то есть это оценка не в рамках 10-дневного курса, она реально помнит, что делали с каждым ребенком в течение там года, и какую он давал реакцию, и меня это так сильно породило, что я думала об этом до ночи, думала о том, что вот это круто, когда ты не просто оцениваешь ребенка вот здесь и сейчас, но мы же очень часто, что происходит, нам мамы сказали, что вот мы сделали вот это там, мы, о, классно, хорошие результаты, молодцы, и забыли, но ее мозг сразу же проводит оценку, после чего, что случилось, и как дальше выстраивать терапию, для меня это тоже было такое очень новое, что я обязательно вынесу в свою работу, я пытаюсь сейчас научиться делать то же самое, пока не очень получается, но я очень стараюсь, чтобы мы научились еще оценивать своих пациентов вот с этой точки зрения, по мне, это очень крутой способ понимать, что действительно делать дальше, когда вот у тебя вдруг какая-то пауза в результатах, или что-то, что ты можешь понять, что это не просто откат, а каждый раз после того, что ты делаешь с ребенком вот это или вот это, он тебе дает вот такую реакцию, так что это тоже такая новая умелка, которую я пытаюсь научиться. Спасибо нашим учителям за то, что они нам встретились на пути. Да, это точно. Спасибо огромное. Везет на хороших людей. С другой стороны, везет тем, кто везет, да? Да, это очень большой, как сказать, очень большой вклад вы сделали в российскую реабилитацию. Надо сказать, что я очень горда тем, что я сейчас с вами веду эфир, потому что я уже вам говорила об этом, да, я прямо преклоняюсь перед вашим интеллектом, скромностью, при том, что огромная работа проделана. Наверное, большинство реабилитологов в России так или иначе были или собираются на курсы в МАМР, просматривают эфир и получают очень большое количество полезной информации. И действительно, ну, надо сказать, что вы очень много делаете в российской реабилитации детей и взрослых. Спасибо вам большое от всех нас специалистов и, ну, как бы, я считаю, уже друзей Международной Академии Медицинской Реабилитации, потому что мы прям очень искренне вам благодарны за это. Так, вопрос. Психолог имеет право работать по этой методике? Вы имеете в виду методику Войта или методику ФТ-функциональной терапии и педиатрии? Потому что методика Войта это, ну, где-то на грани кинезиотерапии, мануальной терапии, то есть, ну, для того, чтобы по ней работать, нужны, ну, скажем так, достаточно хорошие знания анатомии, онтогенеза, биомеханики, то есть, ну, без подготовки это сложно. С другой стороны, мы с Алиной разговаривали, что на первой ступени она бы допустила даже родителей детей, то есть, если им это нужно дать детей, но не дальше первой ступени. С точки зрения функциональной терапии, то есть, там тоже нужны знания анатомии, то есть, скажем, для понимания, то есть, нужно какие-то знания кинеза, биомеханики, поэтому, ну, попробовать можно, но... будьте готовы, что будет сложно. Будет, даже вот мне, работая много лет, там, как бы, на алильных курсах, мне все дается легко, мне приходится вспоминать все, иногда заново что-то учить, и если вы хотите пройти этот путь, обязательно настроить себя на то, что придется прямо потрудиться. Так, ну, чтобы вот было понимание, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, смотрите, то есть, когда она приходит в школу, то есть, у нас есть такие базовые предметы, то есть, например, там, ну, там, чтение, письмо, там, математика, то есть, ну, как бы арифметика, да, вот, и, например, то есть, прийти сразу в шестой класс, изучать физику, без знания алгебры, геометрии, и, как бы, хорошего знания русского языка, то есть, наверное, это будет сложно. Можно что-то понять? Можно, но нужно, скажем так, набрать, то есть, каких-то базовых моментов, и их можно набирать по-разному. Можно их набрать сначала, подготовившись, то есть, как все идут, первый, второй, третий, четвертый, пятый, а потом шестой класс. А можно прийти сразу в шестой класс, то есть, как бы, оказаться в шоке, что вы, там, не знаете, не умеете читать, писать, и, как бы, не знаете, то есть, как бы, деление, умножение, там, квадратные корни и так далее, то есть, и постепенно, там, и в срочном порядке, все это, окей, Google, значит, там, уточняет, мозаику, и, там, понимание постепенно приходило. Ну, вот я тоже пошла на онтогенез-биомеханика, уже после того, как была и на Войте, да, сначала в Пеликане, потом в Алине, и для меня это стало, вот, как раз, вот этими частичками пазла, хотя, вот, сотрудники нашего центра, некоторые, они начинали с этого свой путь, и, ну, было нелегко не мнение им, вначале, да, по-хорошему, это не значит, что это страшно, это просто значит, что обязательно придется поучиться, обязательно придется разобраться в теме вопроса, если вы хотите понять, что, ну, а что дальше, как работать. Ну, я думаю, что это неплохо. Как правило, ну, я не знаю, как у других было, у меня в школе я хорошо знала те предметы, где были строгие учителя. Там, где приходилось попыхтеть, поучиться, ты все это знаешь. Там, где легко ставили пятерки, там как-то прошло мимо нас все. Ну, что ж, Гузель, спасибо, большое за эфир. Дорогие друзья, напомню, спасибо большое за приглашение. Запись эфира мы сохраним. Также в топлинке можно посмотреть информацию о вебинарах, о курсах, то есть, которые мы проводим в онлайн-флайн-формате. Ну, и, наверное, последнее, что хочу сказать, то есть, если вас заинтересовала методика двигательной реабилитации, нейрофизиологической методики, то, кстати, в ближайшее время, со 2 декабря, начнется функциональная терапия педиатрии в Москве, первая ступень как раз, то есть, это часть из пяти модулей, поэтому можно начать, чтобы в 2021 году уже продолжить. То есть, там, по-моему, несколько мест осталось, поэтому, если интересно, то добро пожаловать. Спасибо большое за эфир, спасибо за время. Напоминаю, что у нас в гостях была Гузиль, руководитель революционного центра «Растем здоровыми», и также она президент благотворительного фонда, то есть, поэтому родители особых детей могут обратиться за помощью и в революционный центр, и в благотворительный фонд. Спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.